И пенсионера штрафовали за полеты на самодельном самолете. Анатолий Ешанин, бывший военный пилот-техник, за штурвалом провел 20 лет. Но этого, как оказалось, мало для того, чтобы подняться в небо на гражданском воздушном судне. И теперь мужчина перед выбором. Либо загнать самолет в ангар, либо пройти дорогостоящее обучение и получить новое свидетельство. Репортаж Оксана Тарасенко. Ну вот, это наш авиационный завод. Проходите. Маленький гараж в доме на краю села. Во всю длину крыло будущего самолета. Третьего по счету. Листы дюралюминия, трубы из хозяйственного, плащевка из магазина тканей. На то, чтобы построить летательный аппарат, пенсионер потратил 80 тысяч рублей. Все просто как велосипед. Лето 2016-го. В небе самолет, который создал Анатолий Ешанин. Он же за штурвалом. После одного из таких показательных выступлений Ешанину позвонил транспортный прокурор. Вот это мои уголовные дела. Я не знаю, как исковое заявление от прокуратуры. Черным по белому. Ешанин летает на судне, не прошедшим сертификацию. Он не обладает необходимыми в сфере авиации знаниями и навыками. Он не знаком с требованиями безопасности полетов. Когда я вот читаю все эти дела, да, вот мне вот, знаете, вот хочется себя поставить к стенке и расстрелять. Вот у меня других, у меня других слов нет. В конструкторском бюро в соседней коморке то, что Ешанин принес прокурору. Заключение техкомиссии Сибирского научно-исследовательского института авиации. Самолет исправен и годен к испытательным полетам. Дипломы. Авиационный техникум по специальности самолетостроение. Военное авиационное училище. Квалификация военный пилот-техник. В летной книжке Ешанина по часам расписаны 20 лет за штурвалом. Хотя я и служил в армии, да, хотя я и считался там военным летчиком. Но летал-то я на тех же самых самолетах и вертолетах, что и гражданские летчики. У меня вот 9 лет летал на Ан-2. 9 лет на Ми-8. Не считается. Законодательство неумолимо. Тысячи часов налета обнуляются, если военный летчик сядет за штурвал гражданского судна. Я должен идти и заново сесть за парту с первоклассниками. Исключения нет. Чтобы получить пилотское свидетельство, сегодня надо выложить минимум 300 тысяч рублей. У пенсионера таких денег нет, а значит нет крыльев. Юристы считают, что разумно было бы предусмотреть для таких опытных пилотов, как Анатолий Ешанин, специальный правовой механизм. Он мог бы позволить летчикам сдать экзамен на пилотирование гражданской авиатехники без предварительного обучения. В законодательстве есть упоминание о том, что бывает переподготовка. Однако сказать о том, что это упрощенная какая-то схема, сказать нельзя. Потому что в любом случае он должен пройти подготовку именно для подобного типа транспортных воздушных судов. Единственное, где ему можно скостить требования, это как раз именно по навыкам. А пока пенсионер надеется, что его мечту не отнимут. Ешанин строит третий самолет. Только получится ли у него поднять машину в воздух? Большой вопрос. Оксана Тарасенко, Евгений Чижевский. Вести. Дежурная часть. Новосибирск.